Кобальтовая сетка – фирменный стиль ленинградского фарфорового завода или ломоносовского ЛФЗ. Этот узор придумала и воплотила в жизнь в прошлом столетии замечательный талантливый художник Анна Яцкевич. Роспись «Кобальтовая сетка» впервые украсила фарфор в 1945 году. Она стала настоящим фирменным, отличительным знаком ломоносовского фарфорового завода, иначе императорского завода. Но сначала рисунок был золотым. Сервис с таким узором на ЛФЗ стали выпускать сразу в 1945 году. А через год Анна Яцкевич изменила золотую сетку на «Кобальтовую». Сервис с таким рисунком в форме тюльпан, которая была создана в 1936 году заслуженным художником РССР Яковлевой Серафимой Евгеньевной, восхищал российского покупателя. Ну а позже и всего мира. Рисунок сетки выполняется вручную кобальтовой краской и покрывается сверху глазурью. А это прекрасная кофейная пара из костяного, тонкостенного, рижского популярного сервиза. 60-х, начало 70-х годов прошлого столетия. Каждая советская семья в прошлом столетии стремилась купить рижский фарфор. Прекрасная, филигранная, нежная роспись. Тончайшего качества фарфор восхищает. Замечательно выпить чашечку свежеприготовленного кофе или чая в чайных сервизе. Кофейный сервиз, кофейные пары восхищает. Своей красотой, изяществом. А эти милые кофейные чашечки из чешского кофейного сервиза тоже были очень популярны в прошлом столетии. Чашечки этого сервиза навсегда, навечно запечатлели знаменитые замки, мосты, площади старой Праги, новой Праги. На пастельно-серых блюдцах стоят замечательные кофейные чашечки. Нежный, прозрачный, тончайший фарфор мануфактуры Перкерхаммер. Платиновый ободок на блюдце и чашечке это фирменный знак фарфора Перкерхаммера. Каждая чашечка – это настоящее искусство. И вновь вашему вниманию Рижский фарфор. Замечательная кофейная пара Рижского фарфорового завода со знаком качества СССР. Эта замечательная, прекрасная тройка восхищает Своими красками В коричнево-таракотовом тоне Золотой ободок И, конечно же, знак качества СССР. Ну, а эти малютки были привезены мной из Парижа. Замечательные кофейные парочки Очень нежные, тонкого фарфора Я привезла их на память о Франции. Музыка Музыка Инсwall Музыка Этаیا Музыка Верня Музыка Верня Привезены с Парижа на память о прекрасной Франции. Кофейные пары выполнены в современном стиле. А это чашечки для чая Добрушинского фарфорового завода. Посмотрите, какие изящные ручки на чашках. Чашечка вместительная, белый, искристый фарфор с прекрасным нежным рисунком в голубом тоне. Прекрасные букетики незабудок украшают эти чашечки. Можно сказать, лето на фарфоре. Запечатлены замечательные букеты незабудок на белом фарфоре. Друзья, вашему вниманию испанский фарфор, привезённый мной с Испанией. Белый, костяной, тончайший фарфор. И вот такой интересный рисунок на чашечках. Чашки для чая вместительные. Замечательные нежные блёстки. А здесь клеймо. Китай изготовлено в Испании. Люблю посуду в голубом тоне. Всё же какая нежность. Согласитесь, друзья. А это осенняя тема. Тоже прекрасный нежный фарфор. Целый букет фруктов на чашечках. Золотой ободок ручек. Края чашечки неровные. Волнообразные. Интересной формы. Вашему вниманию чайная пара дулёвского фарфора. Выполненная в уникальной технике агашки. Считается, что название этой техники произошло от самого распространённого в тех местах женского имени Агафья. Крестьянку звали Агафья. И она буквально пальцами наносила рисунок на фарфоровые чашечки. Открыл свою мануфактуру ещё в 1832 году мастер фарфоровых дел Кузнецов Терентьев. А работали на этой фабрике местные деревенские бабы да девушки. Безграмотные крестьянки не владели живописным образованием. И наносили на бока чайников, тарелочек, блюдец, чашечек, незамысловатые розовые цветочки с зелёными листьями. А эти чайные пары в пастельном нежном тоне, с прекрасным ободком, вместительные чайные парочки. Замечательные чашечки для чая. Производство Лепард. Английские чайные пары. Тонкостенный фарфор замечательного чайного сервиза в прекрасном нежно-розовом тоне. Расписана чайная пара нежными луговыми цветами. Продолжение следует. an